Детское радио представляет Сказки народов мира Китайская грамота Слушаем сказки и изучаем китайский язык вместе с преподавателем Института стран Азии и Африки МГУ и Международной школы китайского языка Мяо Чунь Привет, мои юные друзья! Старая панда давно живет в горах Китая Больше всего на свете этот черно-белый мишка любит лакомиться вкусным зеленым бамбуком и рассказывать интересные истории Послушайте сказку о небесном императоре и 12 животных Древние китайцы верили, что на небесах живет нефритовый император Это мудрец, который управляет всем-всем на земле В том числе и поступками людей Он сидит на троне В мантии, расшитой изображениями драконов с нефритовой табличкой в руках Нефрит – прочный камень Он может быть разных цветов Желтым, зеленым, красным, черным, голубым Китайцы издавна почитали этот минерал Они считали, что его мягкий блеск означает доброту Его твердость – справедливость Полупрозрачность – символ честности А чистота нефрита – это чистота мысли человека С табличкой из нефрита Сидел на своем троне, не спускаясь на землю Небесный император Хуан Ти Так по-китайски звучит имя Небесного императора Хуан Ти Небесному императору было интересно Как же выглядят земные животные? Однажды он подозвал своего главного советника «Я много лет правлю небесами», – сказал ему император «Но я никогда не видел земных животных Мне бы хотелось разглядеть их» Советник сообщил императору, что на земле тысячи различных существ Одни из них бегают, другие летают, третьи ползают Понадобится много месяцев, чтобы собрать всех и показать императору «Неужели государю хочется увидеть их всех?» «Нет, я не намерен тратить так много времени», – ответил император И велел советнику отобрать двенадцать самых интересных животных Тунгу – животное по-китайски В Китае обитают такие редкие животные, как панда, лечной телефон, курносая обезьяна Всех их китайцы называют «Тунгу» Как же выбрать из всего разнообразия животных только лишь двенадцать? Думал-думал советник небесного императора И в итоге отправил приглашения «Быку», «Тигру», «Кролику», «Дракону», «Змее», «Лошади», «Козе», «Обезьяне», «Петуху» и «Собаке» Еще он позвал крысу и кота Велел всем предстать перед императором на рассвете Крысе очень польстило это приглашение Она тут же отправилась передать хорошие новости коту Кот тоже обрадовался, но встревожился, что может проспать Поэтому взял с крысы обещание вовремя разбудить его Всю ночь крыса думала о том, какой кот симпатичный И какой нелепой она будет выглядеть на его фоне И решила, чтобы вся похвала не досталась коту Надо не будить его утром Тогда он проспит и не попадет на торжественный прием Итак, на рассвете одиннадцать животных Прибыли во дворец небесного императора «Все животные интересные», — сказал он «Но почему их не двенадцать, как я просил?» Советник не смог ничего ответить И тут же послал слугу на землю Приказав ему доставить на небеса первое животное, которое тот встретит на земле Слуга опустился на сельскую дорогу и увидел человека Жэн по-китайски — человек Написание этого иероглифа похоже на изображение человечка Человек шел в деревню и вел с собой свинью Так она оказалась двенадцатым животным на приеме во дворце небесного императора Когда церемония завершилась, во дворец вбежал кот Увидев крысу, бросился на нее Так они и по сей день остаются врагами Но эта сказка объясняет и другое В китайском лунном календаре каждый год олицетворяет одно из этих двенадцати животных Крыса, бык, тигр, кролик, дракон, змея, лошадь, коза, обезьяна, петух, собака и свинья Сказки старой панды Повторяем и запоминаем Мы выучили слова Животное — донг-ву Человек — жэн А еще узнали, кто такой небесный император Хуан-ты Вот и все на сегодня Сказки народов мира Китайская грамота Сказки старой панды Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok